Всем универсальное здорово! Вам больше времени от 300, и вам уже в который раз будет поведано о специфических играх и модификациях, которые в силу своего уже почти нового возраста давно бы сгинули в амораке истории, если бы не было кого-то в ради меня, кто занялся по подобного рода раскопками. На этот раз вам будет рассказано о результатах совместного труда контору CinemaWay и Atomic Planet Entertainment под названием Robin Hood Defender of the Crown. Данное произведение было выпущено на мировой рынок 9 октября 2003 года, тогда как клапа игроков СНГ игра попала в конце всего того же октября 2003 года. Переводом на православную занималась богомерская Акелла, которая уже к тому моменту полным ходом шла к светлому будущему в направлении силы тяготения. Несмотря на то, что игра по сути работает даже на современных ПК почти без нареканий, просификация пробивает на КК и бейспаум повсеместно. Возможно, на версиях для Xbox и PS2 всё ли только лучше, но я в этом не уверен. Сама игра также не отстаёт от наших отечественных переводчиков, доставляя из раза в раз, начиная с момента запуска. Как минимум, становится весело, когда игрок обнаруживает неискипаемую заставку и, внимание, трейлер игры, следующий после неё. Всё характерно, также неискипаемый. В принципе, прекрасно понятно желание разработчиков, лишнего снополнив игроку, на что он потратил деньги. Но люди все подсказывают, что обычным просмотром трейлеров игрок может заниматься до покупки игры, а не как и позднее. Поним, что дальше будет только лучше, игрок начинает новую игру, где вступительный ролик поясняет игроку, что полимеры Англии уже давно в нужном месте. А сам король Ричард был прозван в какую-то левую страну местным арабом, благодаря чему на королевском седалище уже как пару лет поседает небезызвестный принц Джон. Местная знать же, суев по всему, не особо чесалась по этому поводу, и вот они только через пару лет дошли, что что-то тут не так, когда Джон сподобился объявить Ричарда мёртвым. На вполне обоснованное возмущение принц резко и настойчиво порубил на умилительное лоптики мясо часть знати и подгрузил свою старственную велейную часть на трон. Но уже официально. Выжившие части знати это почему-то не понравилось, поэтому они решили немножко посопротивляться, попутно уточнив всю остальную страну в крови. В то же время в Шерловском лесу всё стабильно. Парень в трико, услуга наперевес, изо дня в день развлекается тем, что ограбляют все проходящие через лес караваны. Тем самым почему-то вызывает неудовольствие у местного шерифа Натингемского и у самих товарищей ограбляемых. В происходящем уже стране участники конфликта подается вращательное движение, ибо одному и в лесу сочевать неплохо, а другой активно препятствует сочеванию первого. В конечном счёте, после ограбления особенно крупного торгаша, самый главный надзиратель Натингема решает жесточайше покарать шерлутскую бригаду долбовёртов, отправив карательные войска в соответствующем направлении. Плюс-минус с этого момента игра и стартует. Как очевидно из названия игры, гонять мы будем за парнишку в зелёном трико. Конечная цель не сильно отличается от цели Defender of the Crown, образца 86-го года с Амиго, в которой нужно было всего-то навсего завоевать всю Англию. Тем не менее, есть пара отличий. Как пример, парочня на здравством всего одна, а Месье и Айвенго осталось лишь на вторых раз. Также вполне очевиден был перенос 3D, как-никак двухтысячная на дворе. В остальных же аспектах игра осталась плюс-минус такой же, ибо какие-либо кардинальные изменения ребятки из CinemaWare внести их подобились. Всё так же игра состоит из своеобразного набора мини-игр, связка для которых служит действием на глобальной карте, совершаемой в пошаговом режиме. При пошаговке мы можем заняться госпиталем годарных строительных крепостей на наим-воиск и на выкуп Генсека Ричарда Ливина-Сердечного. Также мы можем отправить в Мэриан-Тян на разведку сил потенциального супостата, хотя, учитывая ее скорость получения информации, сие действия являются довольно сомнительным, ибо с такими успехами можно в пловку собранной банкой без ноги инвалидов аннексировать территорию маленького государства Росгеновского материка, при всем моем уважении к инвалидам. После активной растраты государственной казны, вполне очевидно, что ее необходимо восполнить, а одними налогами в начале каждого хода сыть не будешь, ибо земель даже в середине игры, не сказать, чтобы много. Для сей плохой цели можно провести несколько соответствующих мероприятий, таких как рыцарский турнир, инвентаризация вражеского замка с личным присутствием Робина из Локсли, и, само собой, ограбление караванов. После совершения всего необходимого моциона, ход переходит к ботам, которые занимаются перегонкой армии светлого места и ревизией вражеской территории. После этого наступает новый ход. Всего игра содержит порядка пяти мини-игр, довесок по шаговому режиму, хлеба из Лука, бои на мечах, турнир, осады и, собственно, РТ-составляющая с боями армии. В принципе, слияние жанров, да еще в таком количестве, является довольно специфической деталью, которую даже в современных проектах встречаешься сказать, чтобы часто. Звучит вроде как неплохо, да? Но я еще с первых минут предпыдил, что будет весело, ибо нас ждут без разного рода косяков в синема ВР, умудрившись на котячийся в целом списке мелких аспектов. Первая вещь, которая предлагается сделать, это как раз таки стрельба из Лука. Нас сажают на дерево и без всяких объяснений пускают караван. И тут сразу проявляется несколько проблем. Во-первых, где прицел? Да, я помню времена, когда на монитор по центре клана клеили жвачку, чтобы вообще вот хоть во что-то попадать. Но со времен игровых клубов лет 10 прошло, если не больше. Как итог, и без того неудобная стрельба становится довольно огнеопасной. Вторым пунктом идет Field of View, или просто Fog. Судя по всему, ради облегчения рендеринга, чуваки решили выстроить его градусом электро под 60, если не под 40, что явно меньше того, что было в шутках тех времен. Даже если сравнивать по футажам. Третьим пунктом идет обучение. Это нормально, если обучение стрельбы и звука нет как такового. Но для остальных режимов он есть. Довольно странно. Разгадка раскрылась примерно тогда, когда уже было заквачено 80% страны, ибо именно в этот момент нам предложили пройти обучение. Пройти обучение, когда собственно саму игру мы лучше считай пронесли. Также обратите внимание на то, каким охренеть древним кодеком пожарятся сами туториалы. Этими пикселями вменный реализм можно. С остальными компонентами все так же весело. Например, можно брать турнир. В принципе, все элементарно. Три боя. Первый за славу, второй за бабло, третий за землю. Перед каждым боем выбираем все соперника, который умудрился не слиться в предыдущем раунде. Каждый бой состоит из двух этапов. В первом нам необходимо долбить по двум клавишам действия в определенном ритме. Во втором же необходимо направить копья выизвимой точки соперника. Элементарное правило, простая реализация. Что могло бы пойти не так? Как бы очевидно это не было, не так пошло ровно все, что могло пойти. Во-первых, идея с нажатием двух клавиш действия в определенном темпе была получена отправилась в кактусы в пустыне пылесосить. Ибо для победы достаточно хреначь с по клавишам в максимальном темпе, гоняшка без особых проблем ускачивает за поддела экрана. Во-вторых, выцеливание уязвимой точки кнайпе не вперлось, ибо достаточно поставить копье поперек тушки соперника, и его к такой-то матери сдует из седла, заставляя его грозно-грызить нам кулачком после турнира. В принципе, с точки зрения фарма ресурсов, все в принципе норм. Для недвижимого имущества отжать можно без особых проблем. Если бы не третий пункт в лице солнца задого принца Джона. С точки зрения разработчиков, вполне логичным является факт разведения в топ наиболее сильных противников, и это видится вполне оправданно. Рассужденным являются очень зла в игре. Убивать его по одной и той же схеме не проблема, но до определенного, особенного момента. Когда вы умудритесь отжать всем до короля всей земли, с исключением главного замка, этот мудозвон становится тотально невезгиом для окучивания на турнире. Куда бы вы ни целились, как бы вы ни изворачивались, даже бы наличие у вас копья артефайта, повышающего вашу шанс на победу, его чисто физически не становится возможно победить. Ввиду того, что ваш жад по нему тупо перестает регистрироваться, даже если попытаться напасть на него в первом раунде. Также бесполезно вырекновить, ибо этот мудозвон сам выносит все эти турниры только в пути. Как итог, турниры, как средство заработка, становятся беспорядным, а слово ваще ве. Чуть интереснее ситуация обстоит с боями на мечах. Помимо разграбления милок в проходящих карабанах и получения по щам от Читера Джона, вторым подначением способом заработка являются вылазки вражеских цитадерий для проведения описи всего, что к поводу примита. Да забавно, несмотря на наличие довольно неплохих для слововременных задников, с точки зрения механики мы выпяливаем на чистокровный сайт скролля. Комплект нам выдают несколько видов ударов, блоки, уклоны, три вида врагов, включая боссов. С ударами плюс-минус все понятно, направление удара зависит от зажатой клавиши движения, а несколько таких ударов можно сложить в попу. Блоки же, при неправильном танкинге, то ура выжирает хп. С другой стороны, если вы не счастливый обладатель хронотараксии, то ставить блоки строгий в момент попадания мяча в вашу тушку вообще не является проблемой. Еще одним способом ухода от домашки являются уклоны, выставленные прыжками и приседом, в успешном исполнении которых враг входит на секунду в ступор, чем подставляется под ваш удар. Правда, они не нужны от слова в ашпе, при хорошем тайминге блоков, ибо определить, как враг нанес вам удар, понизу или поверху, подчас не представляется возможным. По факту, враг у нас всего один, хмырь с мечом, другим оружием, поэтому нас воевать не будут. Если вы думали о фальшионах, боевых топорах, копьях и прочем, забудьте, враги отличаются лишь тыка подкрученным параметром хп и скилла, особенно боссы. По крайней мере, рыцари хотя бы изредка уклоняться будут за тем уже ударом и будет, откровенно говоря, пофиг. Также они радуют кособокая камера, у которой и ракурс порой не самый лучший, и периодички инверсия в управлении поисковой при переходе между локациями, благодаря чему Герр может убежать на выгод из локации. В целом, уже проходить с локацией идеально получится далеко не сразу. То добавляет такого не дурного челленджа, который этой игре позарез необходим. А еще он периодически предлагает спасать няшек принцессах, что доставляет. Мэриан, скорее всего, не одобряет, но кто ее спрашивает верно. Вообще, судя по обранству их комнаты, их не сильно-то из-под лад надо было, а одинаковые модельки принцесса к освободке из газма не добавляют. Лучше смотрится, помните ничего. Наиболее интересной и в какой-то мере концептуальной штуковиной являются местные бои армии. Когда мы пытаемся произвести мирное присоединение к новой территории путем агрессивной экспансии, и при условии там накаждения вражеских войск происходит бой. В общем виде поле выглядит так же, как и в любой другой стратегии с подшаговыми боями. Есть наша сторона, и есть сторона, все, кто не правы. Также есть ячейки с нашими юнитами, а снизу показано их количество. Всего типов юнитов 5. Два дальнего боя, лучшие гиги от пиктопульта, и три бревнего. Христиане, мечники и рыцари. Христиане являются дешевым мясом, которое раздают на развес, и делят на ноль в первом же бою. Мечники мяс попрочнее, в то время как рыцари призваны вгибать все, что не могли вогнуть остальные холопы. В общем, те же являются основными вносительными дэмэджем, в то время как катапульты признаны разносить стены. Если же штен нет, то вместо них будут служить вражеские лица. Также есть общий лимит войска. В принципе, ничего нового, но, тем не менее, рыбатки и синемауэр не были бы собой, из-за того, у них не было бы в качестве козыря боев, перенесенных в реалтайм. Каждая действие совершается в реальном времени, и буквально секунды проведения у него дорого стоят. Нужно учитывать очень много аспектов, таких как на каком лайне находится фигурка, в каком наряду. Учитывая время от катера и сколько было отправлено в войск, определяя, кто нужно применять защитные, когда скиллы атакующие. Вовремя расставляет приоритет по защите тех или иных юнитов, когда до времени атакованы несколько лайнов. Все это в комплекте создает весьма глотую систему, завязанную на тактике рефлектор, которую не должно было бы увидеть в подрыве игры. А вот последняя битва вполне может заставить поплатить для успешных освоить игроков. Если же на вражеской локации находилось оборудительно недвижимое имущество, то перед боем будет штука под названием осада, для которой лучше таскать катапульты, хотя бы десяток, ибо палками и вилами стенам вряд ли можно будет что-нибудь сделать. Если стены после осады снести не удастся, то вражеские силы будут чертовезы защищены стенами, которые придется ковырять долго и упорно. Но снос четырех стен отдает по минусе на каждую, что эквивалентно отдамут дню осады. Если не успели, то на поле боя будет выставлена указанная стена. Также стенами можно не заниматься в принципе и с разыточностью на уничтожении живой силы противника за стенами. Как раз за этим, например, у нас будет позволено раз в день зашпульнуть ядрами с чумой и нажигательные бомбы. Правда, это тоже так себе план, ибо все это время вражеские лучники смогут безвозмездно расстреливать наши войска с катапульками, и тут уже вполне реально потерять более половины своей живой силы. Поэтому только и остается, чтобы гулять по стенам. Тут тоже не все хорошо, ибо вести прицельную талибу по стенам тот еще геморрой, ибо мало того, что на узбездно со стен попадает строго определенную точку, так еще и каждый раз камера расположена по-разному, из-за чего угол наклона катапульты выставляется правильно далеко не всегда. И если лапа катапульты отклонится хотя бы на 5% от идеального положения, то камень туман полетит в стену. А я говорил, что камень, попавший в стену, урона не наносит. Так вот, камень, попавшую в стену, урона не наносит. Совсем. А вот здесь попасть в точку наверху стены, вот это нормально, гром проходит, стена рушится. Такие дела. Пожалуй, единственная вещь, в которой нет притензий, это звук. Он есть. Зубогородные актеры вещают хорошо и по делу. Том-трек же вряд ли у кого осядет на винте, но тоже звучит довольно уместно и сносно. Тоже самое, в принципе, можно было бы сказать и в визуальной части. Есть, неспоминающие, мусрокаренные ролики, одинаковые модельки женских персонажей, довольно адаптивно лицевые анимации и прочие мелкие, но высаждающие вещи. Хотя, в принципе, игра смотрится довольно минималистичной, которая позволяет играть и не выжигать глаза даже спустя много лет. А вот чьи в реальном игры проблемы, так это слойный и актеровским переводом. Само словоспочетание, актеров и перевод уже звучат достаточно смешно. Такова реальность, именно эти ребятки занимались переводом самотворения. Само собой, до уровня Корсаров 3 или отеля у погибших Альпиниста дело не дошло. Но ребятки тут постарались. В комплекте с игрой доставилась анатоколосная озвучка этого персонажа, полная рассогласованность перевода субситров в самой озвучке, несоответствие голосов персонажам, почти машинный перевод качества в озвучках в субситрах, обрывание озвучки на плос-слове, общее ухудшение качества серии до конца игры и прочие штуки, которые я тут не перечислил. Первые порой выдаются отменные. Например, я надолго вошел в ступор после фразы «Парень Гисборна убит». То есть, все настолько плохо, что в разы проще будет, если вы будете играть самолиской озвучкой. Даже имея за горбом тупо школьную программу. Тем не менее, вы мало вкуситесь даже с русской озвучкой, ибо общая логика и подача имеют также некоторые проблемы. Например, возьмем того же Робина Гуда. Посмотрите сами, чем может быть противаться лидер-зальдата в прикопре на фарфик целой страны. И все что надо, это выгнать из замка на Сигемской надзиратике. Забудьте из правды правления надпись неполновозумными человеками и встри к светлому будущему. А ответ всего один. В этой игре Робин из Локси подкаблучник из палаты Мер и Весов. Чтобы убедиться в этом, достаточно гряностная причина, про которую он вообще из своей чащобой голову высунул. Достаточно поздно взглянулся в диалог после первой кастеры. Стоитар Робин вполне резонно заявляет, что он всю эту политику вертел на болте межгалактических размеров, и его политика раздача честно надымного барахла менее имущим гражданам вполне себя оправдывает. Но Мэрион Тян заявляет, что налоговики и так все это ожмут, человек не сильно страдать, и вообще нам нужен мир, добро, жвачка, вода, газ, сексида и бесплатное образование. И все это с навеком на то, что Робин сам понимает, что все это надо именно ему, и он сам знает, что ему надо делать. Робин, будучи непростым идиотом, само собой сразу же отказывается от завоеваний Англии, доводя вышеупомянутую причину с болтом. Но будучи дважды идиотом, при просьбе завоевать страну ради мэрия, предложенную ею самой, 3D Робин открытым текстом заявляет, что с радостью пойдет в бой под командованием своей девушки. Что забавно, подобная фраза проскакивает от Робина еще раз в разговоре с монахом Туком, который занимается сбором бабла на выкуп Ритчинка. Там зеленый лучник открытым текстом заявляет, что завоевание страны это вообще не его дело, и то все он делает ради бабы. И справедливо, ни благое дело нашего подопечного особо не интересует, зато отправляет своих солдат на убой ради женщины, вот за пожалуйста. Пожалуй, это самый ублюдочный образ героя слоган, который есть на данный момент. Хуже того, как форма, и то полагает, а мотивации поболее будет. Это не трэш, это не пародия, и даже если это юмор, то это достаточно хреновый юмор. Хотя, чего толку прикапываться к несчастному лучнику, если у остальных персонажей с характером деваться не лучше? В принципе, можно было бы рассказать, почему и каком месте они плохи, если бы вся длина всех диалогов не вкладывалась в длительность этого обзора. Окей, я соврал, на самом деле она не проезжает полчаса. Это могло бы показаться нормальным, если бы общая продолжительность полного прохождения игры была равна в трем часах. Хотя, если извернуться, то можно вложиться где-то в час, если не меньше, ибо при любом раскладе проезжать в этой игре крайней степени проблематично, если вы, конечно, несчастливый обладатель лишней пары хромосокс с аммонифицированным мозгом доверен. Скажу больше, карту за вас может выиграть даже бот, если вы в Ворбе не сообразите ответствовать ему пусть от замка принца, или как-то не извернетесь перебить всех воевателей за престол в ближайший час. Если все же не осилили, то храпают шерманские и либераторы сзаяют, то свои цели они, собственно, достигли, но страна все еще в разрухе и тут все еще много работы. То есть, по факту, они ничего не сделали, но справились на отлично, ага. Для того, чтобы убили все конечные катсцены, все годы надо захватить всю Англию, убить всех конкурентов, заплатить жирьющий выкуп 10 кусков за Ричарда, а также заводить на фото попавшую под руку Джона. И вот уже тогда нам покажут, что страна была собрана по кусочкам вроде как правильно, человеки вроде как довольны тоже. Добродушный малый Джон застоятельнейше порекомендует следовать не закону людей, а некому вечному закону, но если никто не будет ему следовать, то душка Джонни с улыбкой на лице обещался с их богородных донов умерщить. Такие дела. Изначально планировалось описать игру по стандартному шаблону и перечислить графику с двух сюжет и вот это вот все. Но чем дальше проводился анализ, тем больше приходило понимание из того, насколько у игры на самом деле много проблем. Тем может понравиться стрельба из лука, но при вкусе его реализации не заставить себя ждать. Тем может понравиться РТС составляющих, но отсутствие обменяемых соперников и конденсирует заставить себя не разочароваться. Итак, с каждым аспектом куда ни плюнь. Это готовый какой-то неправильный повар. Продукт в принципе съедомен, а из-за своей продолжительности три часа все эти мелочки успевают съесться мозг. Но стабильно после прохождения будет подвлекать не мой вопрос. Во что я только что играл и зачем я это делал? Вроде бы разработчик не совсем ленивый и сама идея особенно для того времени была вполне себе ничего. Но проблема в том, что реализованы уже криво стало впечатление, что одна из тех игр, в которой изначально была очень хорошая идея, но сжатые строки тупо не позволили разработчикам сходить ее потенциал. В принципе, выбор играть или не играть я оставляю скучить на вам. Подождите с вами, игра находится буквально за пару часов, то есть даже за вечер. Вы сможете ее пойти и потом пойти заниматься своими делами или врубать в эту вашу доту, например. Также тут присутствуют достаточно интересные механики и комбинации, поэтому в принципе why not? Надеюсь, в следующий раз я не помаду под роли на эффект и выпущу следующее видео, ну, хотя бы на них раньше, что было в принципе бы неплохо. Ну, на этом все, всем всего, пока.